Новости на Дону. Категория 12+. Деньги на пособие для пострадавших от взрыва отправили в Каменский район. Выделить 4 с лишним миллиона рублей из резервного фонда области распорядился губернатор Василий Голубев. Семьи погибших получат по миллиону рублей и пособие на погребение. По 400 тысяч рублей направили гражданам, которые получили вред здоровью. На компенсацию потери имущества предусмотрено более миллиона рублей. Жильцы разрушенного дома получат от 50 до 100 тысяч. Кроме того, все получат по 10 тысяч рублей в качестве единовременной материальной помощи. Напомню, 12 мая в поселке Чистоозерном произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Это случилось по вине одного из жильцов, заявил на брифинге губернатор. Погибло два человека, еще двое серьезно пострадали и находятся в больнице. Больше миллиона животных обработали против клещей. Профилактика началась в феврале. Она охватывает и крупнорогатый, и мелкорогатый скот. Для борьбы с клещами Донское правительство закупило 1300 литров профессиональных ветеринарных препаратов, рассказал начальник управления ветеринарии Ростовской области Владимир Жилин. По крупному рогатому скоту это практически мы уже приступили по второму разу в некоторых районах и по третьему разу. Клещи являются переносчиками многих заболеваний и, конечно же, такого опасного заболевания, как крымская кинологическая лихорадка. Кроме самих животных, тщательные обработки подвергают фермы, загоны, выгульные базы и другие места содержания. Как отмечают эксперты, для борьбы с клещами только работы ветеринаров недостаточно. Необходимо уничтожать вредоносных насекомых в природных местах обитания, лесах и на полях. 15 мая в Ростове перекроют несколько улиц. Это связано с проведением спортивных мероприятий. С 10 утра до 2 часов дня нельзя будет проехать по магистральной от южного подъезда до левобережной. Здесь пройдет спартакиада учащихся по велосипедному спорту. С 16.30 до 23 часов магистральную вновь закроют. Также перекроют дорогу западного и восточного проездов Ростов-Арены с 3 часов дня до 11 вечера. Это связано с матчем полуфинала Кубка России, который пройдет на стадионе. Ростов играет с локомотивом. Гонболисток Ростов-Дона, серебряных призерок Лиги чемпионов, встречали сегодня в аэропорту Платов. В 4.30 утра здесь собрались родственники и друзья спортсменок, болельщики команды, журналисты. Ростов-Дон возвращался из Венгрии после исторического финала. Первый, с кем удалось поговорить в съемочной группе телеканала «Дон-24» стал тренер. До полной победы не хватило времени, сожалеет Амброс Мартин. Я бы изменил результат на один гол. Это тяжело, когда изменить ничего нельзя. Мы сыграли круто, особенно в начале матча. Затем совершили ошибки. Подарки для Диора. И он оторвался на четыре мяча к перерыву. Дальше мы играли интенсивнее, закрывали зоны. Было очень тяжело и немного не хватило времени. Решающий матч между Ростовом и Дьором закончился со счетом 24-25. Россиянки долгое время лидировали в первой половине матча, но перед перерывом соперницам удался мощный рывок. Они сохранили это преимущество во втором тайме. И несмотря на финишный спорт, ростовчанок довели матч до победы. Расстроены очень, говорит разыгрывающий Виктория Борщенко. Очень тяжело было после того, как мы проиграли. Все девочки расстроенные, еще к тому же очень сильно уставшие. Конечно, тяжело, но мы понимаем, что впереди игра с Ладой. И надо этот момент пережить. Одна неделя и потом уже отпуск. Поэтому сейчас полная концентрация. Конечно, держимся. Ростовчанки держались и в концовке финального матча. А семь с половиной минут они не давали Дьору забросить. До победы не хватило считанных секунд, говорит воротарь Галина Мехдиева. Мы ехали только за победой. Не за каким-то там приобретенным опытом, не за каким-то участием в финале. Только за победой. Но, к сожалению, не получилось. И хотелось бы там просто извиниться действительно перед болельщиками. Поблагодарить их прежде всего, кто ездил, кто смотрел в парк революции. Кто смотрел везде, где бы вы ни были. Спасибо вам огромное. Между тем, болельщики радовались и поздравляли гонбалисток. Впервые Ростов-Дон вышел в финал Лиги чемпионов. Впереди борьба за новую путевку в Лигу. А 17 мая у спортсменок первый финальный матч Чемпионата России. Он пройдет в Тольятти. Творческая встреча с молодой писательницей Евгенией Некрасовой прошла в Донской публичной библиотеке. Автор книг «Калечина Малечина» и «Несчастливая Москва» отвечала на вопросы, читала отрывки из своих произведений, подписывала книги. Последний роман Евгении Некрасовой – это история о 10-летней девочке, которая подвергается буллингу в школе и не находит поддержки в родителях. Было важно показать человека в его самом незащищенном состоянии и обратить внимание на его недетские проблемы, рассказала в эфире «ФМ на Дону» Евгения Некрасова. Мне захотелось рассказать эту историю. Когда я читала о русском фольклоре, я наткнулась на одну из версий о том, что кто такие кикиморы. Кикиморы – это дети, проклятые взрослыми и умершие какой-то нехорошей смертью. Мне показалось, что в этом есть какой-то очень важный нерв. И мне, знаете, как то, что нужно писать те книги, которых не хватает. И мне не хватало книги, которая была бы написана о таком психологическом, что ли, мире ребенка. Прозу Евгении Некрасовой относят к магическому реализму и фольклору. Ее сравнивают с Гоголем, Кавкой, Платоновым и Петрушевской. Сборник рассказов «Несчастливая Москва», обладатель премии «Лицей», Роман «Калечина-Малечина» попал в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». Победителя этого литературного конкурса объявят 25 мая в Петербурге. Это были новости «ФМ» на Дону, телефон редакции 200, ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Ростове ночью ясная без осадков, на термометре плюс 15 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. В Миллерово также плюс 15, ясная без осадков, в Красном Сулейне без осадков плюс 16 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. И о маленькой погоде. В Хуторе Старчинский, что в Цилинском районе Ростовской области, ночью ясная без осадков, на термометре плюс 16 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Субтитры подогнал «Симон»